значит план такой значит сначала вот я расскажу несколько лекций приведу мини-курс по геометрической теории групп скорее всего это будет где-то 6 лекций а потом надеюсь это перейдет некоторый семинар посмотрим в каком формате но разные люди будут рассказывать о разных вещах связанных с геометрической связанных с геометрической теорией групп так что надеюсь что у нас еще будет несколько занятий семинара в этом семестре если все пойдет по плану а потом в следующем семестре тоже уже будет семинар вот значит ну для начала о какие у нас будут темы нашего мини-курса а значит если что мне у меня зовут александр да мне можно писать сюда если есть какие-то вопросы по поводу по поводу организации или по поводу математики связанный с мини-курсом вот еще я сделал сайт там я сейчас упомяну литературу наверное но там там есть например список литературы там будут тоже появляться анонсы следующих лекций я надеюсь и кроме того там есть список всех тем но не всех но возможно тем для как за мини-курса так и для последующего семинара кажется вот так вот значит да какие темы мы мы затронем значит ну вообще геометрическая теория групп значит как я писал в анонсе она сформировалась где-то к концу 80-х начале 90-х годов но перед этим конечно была скалин комбинаторная теория групп не сейчас можно сказать что это уже часть геометрической теории групп поэтому на самом деле мы будем изучать конечно порожденные группы в основном дискретные и в основном бесконечные группы а значит будет не только геометрические аспекты как бы я исходно занимался комбинаторной теории групп поэтому прежде всего мне по крайне интересна структура самих групп но в этом и суть геометрической теории групп что часто какие-то соображения из геометрии помогают помогают понять ее вот то есть два аспекта это действие действия групп на разных пространствах которые помогают понять структуру этой группы и собственно внутренняя геометрия группы связаны с с графом келли об этом мы поговорим значит ну во первых самые базовые для для этой науки группы это свободные группы мы поговорим а об их свойствах а свойствах их подгрупп вот потом значит да как я говорил тут на самом деле геометрическая теория групп она включает разные аспекты есть связи связи с многими другими областями математики с а вот в частности теория теория алгоритмов и я поговорю про некоторые аспекты алгоритмических но алгоритмические проблемы в группах так мой почерк не очень понятен даже мне самому алгоритмически надеюсь видно проблемы группах некоторые некоторые базовые вопросы в ну на самом деле в конечном представленных группах вот потом значит собственно мы поговорим что такое как нарисовать группу про график или групп потом мы поговорим про одно из важнейших геометрических понятий для групп это квази изометричность но она определяется для любых метрических пространств но квази изометричность групп вот потом а и и и здесь же ну хорошо пускай будет следующий пункт мы поговорим про так называемые квази изометрические инварианты еще называют геометрические свойства групп то есть свойства которые ну если две группы квази изометричны то для них они выполняются не выполняются одновременно ну поговорим про такие понятия как функция дэна группы функция роста ну и так далее о некоторых квази изометрических инвариантах вот потом мы поговорим я не уверен что все будет ровно в таком порядке поговорим о таких основных важных операциях на группах как свободное произведение свободное произведение с объединенной подгруппой оно же амальгомированное произведение а шинен расширение хигман нейман и нейман вот и здесь все эти конструкции обобщаются очень красиво такое теории база сэра групп действующих на деревьях надеюсь что я как-то без подробных без доказательств подробных но как-то поговорю об этом вот потом наверное поговорим кратко про гиперболические группы это гиперболические погромовые группы андрей малютин читал в прошлом году здесь курс об этом там вообще есть есть видео записи довольно подробный курс вот ну и потом посмотрим мы поговорим про некоторые другие важные классы групп я не уверен что из этого произойдет на на мини курсе а что на последующем семинаре есть например этот перечислил некоторые классы групп которые интересные например группы с одним определяющим соотношением ну тут я перечислю просто потом так называемый кат ноль группы группы неположительной кривизны может быть поговорим соответственно их под класс очень интересные прямоугольные группы артина возможно тоже про другие группы артина поговорим интересный тоже класс автоматные группы тут есть некоторая связь как собственно видно из названия с теорией с теорией автоматов и и формальных языков но посмотрим возможно что это будет на на семинаре вот так по поводу литературы значит ну тут много чего в принципе все все расписано на сайте но давайте я тоже тоже упомяну ну например есть на русском есть книжка богопольского олега он называется введение в теорию групп но здесь в основном будет вторая глава у нас 2002 год вот так что что еще недавно вышло но это уже на английском книга Квары Лео ну так называется Geometric Group Theory кажется а Geometric Group Theory and Introduction хорошая книжка мне нравится вот 2017 год вот еще есть добавная книжка тоже на английском тоже недавно вышла называется Office Hours with a Geometric Group Theorist там очень много тем изложено в основном без доказательств но там разные разные авторы для разных глав под редакцией Клея и Маргалета вот ну что еще можно упомянуть есть ну есть классическая книжка Линдона и Шуппа комбинаторная теория групп вот ну и дальше если уже есть такие более геометрические книжки есть а вот я не уверен в том она не переведена а очень так это уже более такой геометрический подход но там много тоже про многие группы рассказывается bytes and a half to get metric spaces of non-positive curvature вот ну еще буквально пару источников упомяну если тут где-то будет не видно вы говорите тут видно да если писать нормально так что я хотел сказать а ну вот есть записки лекции Антона Кличко это собственно мой научной руководитель в МГО он читает спецклуз каждый год по теории групп но в основном весна на сайте есть ссылка вот и еще есть забавный блок это скорее вот про гиперболические группы и ближе к ним вот по-моему такой блок ну и последняя такая довольно энциклобитическая книжка тоже недавно вышла Друту и Капович на 800 чем-то страниц ну я думаю что это действительно ну тоже довольно геометрический подход но там очень многое есть вот значит ну ну давайте так будет достаточно да наверно вот значит так теперь давайте начнем вот такой вопрос а то есть с кушателем кто кто знает что такое свободная группа так ну хорошо а кто знает что такое копредставление группы хорошо ладно оно же задание группы порождающими определяющими соотношениями ну значит а поскольку все таки не все то я я сегодня сегодня будет такое введение я напомню что такое свободная группа и и копредставления потом мы соответственно уже перейдем к к а алгоритмическим алгоритмическим проблемам поэтому а а так давайте мы это сотрем так ну возможно значит для кого то сегодня не скажу много нового но со следующего раза уже точно скажу посмотрим как пойдет со временем значит так 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 но заодно заодно мы фиксируем обозначение так ну сначала про свободные группы а ну во первых что такое конечно порожденная группа наверное все знают ну значит я напомню обозначение если у нас есть ж некоторая группа и с некоторое подножество тогда вот так я просто обозначаю подгруппу порожденная с это минимальная подгруппа содержащая с ну понятно то есть это произведение всевозможные всевозможные произведения элементов из s и обратных к ним вот то есть если у нас а если у нас это выполнено то мы говорим что s порождает g вот соответственно если s если s конечное если существует s конечное такое что это выполнено то мы говорим что уже конечно порожденное я буду писать просто вот так вот в основном мы будем изучать конечно порожденные группы на самом деле но не только вот ну соответственно что такое свободная группа во первых можно ее абстрактно определить ну с базисом с базисом s во первых ее можно абстрактно определить таким свойством что для любой группы g и для любого отображения фи из s ну это просто какое-то отображение и из s в g существует единственный гоморфизм его продолжающий ну f f на s такой что единственный гоморфизм не знаю фи с чертой такой что фи с чертой на чем там на s это просто фи ну на самом деле интересно именно то что он существует правильно потому что а ну неважно да поскольку если у нас это порождающее множество вот значит ну и можно явно явно построить как как явно построить свободную группу на на множестве s следующим образом значит быстренько тоже напомню значит если у нас есть s ну опять s это какое-то множество мы берем s минус 1 это множество формальных обратных элементов ну то есть если у нас были просто какие-то буквы здесь мы берем просто обратные но пока рассматриваем их как 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 символы просто и берем а это дизъюнтное объединение наших s и s минус 1 и мы берем а со звездой это свободный моноид на а то есть что это такое то есть это множество всех слов а ну понятно ассоциативных не а не коммутативных слов на на а с операцией просто с конкатенацией просто с приписыванием а друг другу вот это получается свободный моноид дальше слово мы называем но только вот именно свободный моноид на на вот с таким алфавитом где у нас есть слова буквы обратные к ним вот и соответственно слово в этом свободно моноиде называется редуцированным или несократимым если оно не содержит под слов ну с с минус 1 и с минус 1 с ни для какого с из из с таких слов не содержится тогда оно называется редуцированным вот и значит по любому слову дубль в из ну по любому слову у из из нашего свободного моноида мы можем ему сопоставить а единственное редуцированное слово редуцированное слово когда я говорю слово это просто элемент нашего свободного моноида получающиеся из из у последовательным вычеркиванием последовательной редукцией последовательным вычеркиванием слов слов с с минус 1 с минус 1 с на самом деле что оказывается что неважно в каком в каком порядке мы это делаем и тогда свободная группа ее можно определить просто как множество редуцированных слов в нашем ман-оиде где операция выглядит так то есть у нас был одно редуцированное и другое мы берём просто их конкатенацию но она может быть понятное дело и не редуцированная в принципе и И мы берем, редуцируем все то, что получается. Ну, понятно. Допустим, вот я буду обозначать буквой f всегда свободную группу. Значит, f от a, b, c. Там, если у нас произведение просто выглядит как сокращение, допустим, вот такое умножить на c минус второй b квадрат, c. Это было, допустим, одно слово, другое слово. Тут у нас все сократилось, получилось a, b. Вот, на самом деле это геометрически. Когда мы будем говорить про графы Келли, то это будет как раз дерево. Ну, это чуть позже. Вот, ну и понятно, чем она хороша. Значит, свободная группа. У нас любая, любая n-порожденная группа, любая n-порожденная группа является фактором, фактор группой, ну, fn. Это, ну, пускай n сейчас просто некоторое число, но это верно не только для конечной парожденной группы. Значит, fn я обозначаю, fn это свободная группа с базисом из n элементов. Вот, значит, ну, какие еще, еще просто важные свойства свободной группы. Значит, ну, понятно, свободная группа на s, она порождается нашим базисом s, но f, значит, f от x порождается x, но не порождается под множеством мощности меньше, чем мощность x. Вот, ну, в частности, там f5 не будет порождаться ничем, никакими, ну, базис будет состоять из пяти элементов всегда. Ну, понятно, у нас есть исключительные случаи, значит, f не слишком интересные, f0 это просто реальная группа, f1 это z, а дальше fn, начиная с двух, это уже интересные для нас, они, понятное дело, неабелевы, когда иногда я буду говорить свободная группа, может быть, я буду забывать неабелевы, но обычно я буду иметь в виду такие. Ну, и понятно, что если мы, сложно понять, что если мы профакторизуем свободную группу на x, на x по ее коммутанту, то получим свободную абелеву группу с соответствующим, соответствующим базисом. Вот, значит, ну, про подгруппы, свободную группу, наверное, мы поговорим позже, значит, сейчас, ну, давайте я сейчас упомяну, но мы потом об этом поговорим, значит, подгруппы, вот это уже нетривиальный факт, подгруппы свободные группы, все свободны, ну, в принципе, нетривиальные, конечно, с некоторыми знаниями, там, топология, это понятно, но чисто алгебраически отсюда это не слишком понятно, это теорема Нильсона Шраера, еще из 20-х годов, вот, это верно не только для, для конечно порожденной подгруппы, собственно, по-моему, Нильсон доказал для конечно порожденной, а Шраер уже доказал для всех, вот, так, что еще я хочу сказать про, про свободную группу, а, да, то есть подгруппы-то они свободны, но на самом деле несложно понять, мы, опять же, попозже поговорим по этому, по этому подробно, что, а, значит, fn, это у нас свободная группа с базисом из n элементов, а иногда я буду писать f бесконечность, это я имею в виду свободную группу счетного ранга. То есть, собственно, какие, какие группы, какие, какие у нас подгруппы, допустим, в f2, ну, понятно, что у нас не может быть соображений мощности, у нас сама группа будет счетная, поэтому и все подгруппы будут счетные, поэтому ничего мощности больше, чем счетная у нас в f2 поместиться не может, но оказывается, что вот f без, f счетного ранга, она содержится в f2, но, естественно, это уже содержит все fn, для n больше или равного, ну, чего хотите, ну, интересно, двух или трех там. Вот. Ну, например, на самом деле, просто коммутант свободной группы, мы позже, наверное, это увидим, ну, он, он изоморфен, он изоморфен свободной группы счетного ранга, но понятно, что, конечно, вот эта группа тут, она никогда не будет конечного индекса, потому что, на самом деле, ну, эта группа конечно порождена, а подгруппа конечного индекса в конечно порожденной группе они все тоже конечно порождены, а это она не конечно порождена. Но с другой стороны, мы можем, понятно, у нас, то есть вот такое вложение fn в f2, оно не даст вложение как подгруппу конечного индекса. Но на самом деле мы можем вложить fn в f2 как подгруппу конечного индекса для всех n больше или равного 2, ну там 3 только, интересно. Вот. Ну и на самом деле это все понятно из теории накрытий, но мы потом еще обсудим это, потому что там еще алгоритмические аспекты интересные. То есть на самом деле fn это у нас, что, это просто фундаментальная группа букета окружности, правильно? Такого графа, у которого просто n, n-ребер. Вот. Ну и дальше подгруппы, как в общем случае, подгруппы у нас отвечают накрытием этого графа. Вот. Подгруппы конечного индекса будут отвечать подгруппам с накрытием, у которых граф конечный. Вот. И соответственно, ну мы это обсудим позже подробнее. Так. Значит, теперь мы знаем, что такое свободная группа, и напомню, ну или определю, что такое задание, ну ко-представление говорят, или задание группы порождающими и образующими и определяющими соотношениями. Так. Ну вот, если у нас опять есть группа G, A, S, некоторое подножество, то что такое... Второе. Я вот так буду обозначать, хотя иногда по-разному обозначают. Это что такое? Это нормальное замыкание. Нормальное замыкание S в G. Это, значит, минимальная нормальная подгруппа в G, содержащая S. С. Ну, на самом деле, можно ее вполне конкретно описать. Элемент лежит здесь, когда он представляется как произведение сопряженных... Ну, давайте я напишу. Произведение сопряженных, правильно? То есть, это просто умножить на, ну, там, второй и так далее. Где у нас эти y и t, это просто плюс-минус единица. Так, ну, я... А, ну да, нормально написал. S и t, они лежат в S, а G и t просто лежат в G, правильно? Ну, да. Вот. Значит, это у нас... Там у нас была минимальная подгруппа, содержащая S, а это минимальная, нормальная подгруппа в G, содержащая S. Вот. Как это у меня... Ну, ладно, мне, наверное, нужно место все равно. Значит, ну и теперь, что же такое наше ко-представление? Вот. Значит, теперь... Теперь, что такое наше ко-представление? Значит, говорят ко-представление... Ну, еще говорят задание... Просто задание группы иногда говорят, наверное, да. И иногда говорят задание группы образующими или порождающими и определяющими соотношениями. Ну, собственно, английский просто говорят presentation. Вот. А значит... Значит, что? Ну, вот у нас есть... S некоторое множество. И... И опять же у нас есть... Берем его и обратное, и берем... Берем свободный моноид здесь. То есть просто множество слов от этих букв и обратных к ним. Ну, можно думать, что S конечное множество. В принципе, не обязательно. У нас в основном будет конечно порожденные группы. Ну, нет, какое-то множество. Вот. И, соответственно, мы берем какое-то... Просто какое-то подмножество слов вот в этом самом свободном моноиде. Подмножество каких-то слов от S. и S минус 1. Вот. И ко-представление, которое обозначаем обычно так, это просто... Вот такая группа, заданная таким ко-представлением. Это просто следующая группа. Мы берем свободную группу на S и... И факторизуем по нормальному замыканию R. Вот. То есть понятно, что так мы можем... Таким образом мы можем задать любую группу. Это понятно. Другой вопрос, что когда... когда S и... или там R будет конечным. Вот. То есть если у нас... Значит, группа G называется конечнопредставленной. конечнопределённой ещё. Конечнопределённой, кажется, ещё говорит. конечнопределённой. Ну да, finally presented. Если... Если у неё существует ко-представление... S я обозначал для G, ну понятно, изоморфный G, такое, что... ну... ну... S конечна и... и R конечна. Правильно? Вот. То есть, собственно, ну S конечна это просто у нас конечная порождённость, а суть конечной представленности в том, что у нас вот этих вот самых определяющих соотношений элементы R это определяющие соотношения. Суть в том, что тут их будет конечное число. Вот. Ну, например... Какие примеры? Ну, свободная группа на S она просто задаётся... Ну, иногда пишут вот просто вот так вот. То есть, никаких определяющих соотношений у нас нет. Ни почему факторизовать не надо. Правильно? Ну, и понятно, что у нас Fn конечна представлена, естественно. Вот. Ну, какой ещё пример? Допустим, если мы возьмём... А, ну да. Я иногда буду писать вместо вот такого чисто обозначения. Иногда я буду писать, что что-то равно единице. Понятно? Вот как бы мы убиваем вот эти вот соотношения. То есть, по-хорошему, надо написать вот просто так. Но иногда как-то нагляднее, я не знаю, привычно писать так. Ну, неважно. Это одно и то же. Вот. Ну, например, вот такая группа это просто z квадрат. Ну, или там что-нибудь... Ну, это совсем простые примеры. Там вот такая группа это просто zn циклическая из n элементов. Вот. Ну, значит, естественно, что одну и ту же группу мы, конечно, можем задать разными разными ко-представлениями. И тут возникают всякие вопросы, в том числе алгоритмические. Ну, давайте сейчас сделаем перерыв и после перерыва поговорим про алгоритмические вопросы. Ну, вот. Значит, если есть какие-то вопросы по ко-представлениям, спрашивайте. Значит, кажется, может показаться на первый взгляд, что это... Ну, в каком-то смысле, наверное, так и есть. Это очень приятный способ задать группу. Ну, как, любая там, конечно, порожденная группа является фактором свободной группы конечного ранга. И, соответственно, вот мы просто говорим, задаем какие-то слова, если можем, если она, конечно, представлена, задаем какое-то конечное число слов, которые... по которым мы факторизуем вот эти определяющие соотношения, а далее... так, что... А все остальное уже автоматически становится... становится равным единицам. Вот. Но, как я говорю, понятно, что разные копредставления могут задать... Даже внутри класса конечно-представленных групп... Ну, во-первых, многие, на самом деле, многие, конечно, интересные конечно-порожденные группы будут не конечно-представлены. И, на самом деле, даже из соображений мощности оказывается, что конечно-представленных групп у нас счетное число. Это понятно. А конечно-порожденные группы оказываются что даже с точностью до изоморфизма несчетная. Но, тем не менее, очень многие, конечно, представленные группы, очень многие интересные классы групп, они, конечно, представлены. Например, вот гиперболические группы, про которые мы позже поговорим, они, конечно, представлены, но и очень многие. Но, значит, вот проблема в том, что как нам понять, ну, допустим, даже какой-нибудь очевидный пример. Если мы хотим просто задать тривиальную группу, ну, как мы ее можем задать? Мы ее можем задать массой способов, да, правильно? Ну, просто можем тупо сделать что-нибудь такое, а можем сделать что-нибудь чуть-чуть хитрее, там, не знаю, а квадрат равняется b в кубе и а квадрат, ну, в общем, не знаю, что я хочу сказать, но сейчас, что я хотел сказать. Ну, не знаю, нет, ну, это, конечно, глупо. Можем задать массой способов. Но проблема в том, что могут быть какие-то очень-очень-очень изощренные, очень изощренные способы задать тривиальную группу. Ну, и, например, естественный вопрос такой. Вот вам я даю конечное представление. Ну, вообще говоря, хотелось бы что-то понять про эту группу. Ну, вот, например, хотелось бы понять, она вообще тривиальна или нет. Ну, или чуть-чуть более общее, по двум ко-представлениям, понять, эти группы изоморфны или нет. Или другой вопрос. Например, вот есть тоже фиксированное, есть какое-то фиксированное ко-представление, конечное. И есть какое-то слово W в, ну, W от S, в свободной группе на S. Вот это группа G. И равняется ли вообще W единица, например, в этой группе? Ну, или равны ли два разных слова? Ну, это одно и то же, потому что можем все перенести в одну часть. Ну, вот это как раз пример классической алгоритмической проблемы. Собственно, и то, и то. Это проблема равенства, это проблема изоморфизма. Значит, ну, чуть-чуть поговорим про алгоритмические проблемы. Алгоритмические проблемы в группах. Вот, значит, самое классическое – это проблема Дэна. Несмотря на то, что в этом году, в это время еще было не было четкого понятия алгоритма, но, тем не менее, фактически, на самом деле, что Дэн сделал, это он решил вот эти проблемы, которые я сейчас перечислю в группе поверхностей, насколько я знаю. Вот. Значит, первое – это проблема равенства. Проблема равенства по-русски обычно говорят, ну, или проблема слов. По-английски она word problem. Всегда звучит. Ну, конечно, их можно задавать не только для групп, но я говорю только о группах сегодня. Вот. Значит, ну, пусть у нас есть конечная, конечно-представленная группа с вот таким нашим конечным ко-представлением фиксированным. Ну, какой-то фиксированная, это фиксированная, фиксированная группа. То есть она, она не является частью входных данных, как бы, она, она фиксирована. А входные данные – это что? Это это некоторое слово. Можно, вопрос такой, можно ли по слову W в ну, фактически в свободной группе понять, определить равно ли W в группе G. Ну, понятно, я, может быть, не совсем аккуратно пишу, там можно было формально определить гоморфизм из свободной группы вот сюда, естественно, у нас всегда есть естественный эпиморфизм отсюда-сюда. Я, я буду, я буду обычно это опускать. То есть формально нужно было бы сказать P от W равняется единице. Вот. Ну, собственно, да, почему проблема равенства? Потому что мы могли, как я говорю, вопрос в отличие, там, от, допустим, случаям аноидов, где это совсем не так, но здесь, если у нас просто мы хотим понять, равно ли W1, W2, мы просто это можем переформулировать вот таким образом. Поэтому это неинтересно и можно для простоты считать вот так. Вот. Значит, вторая проблема, это проблема сопряженности, вообще говоря, более сложная, чем проблема равенства. то есть проблема равенства разрешимость, проблема равенства вытекает из разрешимости проблемы сопряженности. Ну, то есть, понятно, мы просто хотим понять, аналогично у нас есть группа, можно ли по G1, G2 из свободной группы понять, определить сопряжены ли они в G. Вот. Значит, ну, понятно, если у нас, если мы это можем сделать, но это все имеется в виду алгоритмически, если мы это можем сделать, то, конечно, потому что быть сопряженным единицей, это все равно, что быть равным единице, правильно? Поэтому, если проблема сопряженности разрешима, то и проблема равенства разрешима. Вот. И третья проблема, она немножко другого сорта, но тоже важная, значит, проблема изоморфизма. Вообще говоря, более сложная проблема, как бы. Значит, потому что здесь у нас были фиксированы наши копредставления, а здесь уже они являются частью входных данных. Можно ли по двум конечным копредставлениям изоморфны? Ну, естественно, все здесь конечное, потому что у нас как бы алгоритмически все мы хотим. Это вполне конкретный вопрос алгоритмический. Понять, определить, изоморфны ли эти группы. вот, значит, вот такие вот вопросы. Ну, и, конечно, частный случай, который вытекает из проблемы изоморфизма, это является ли, ну, там же один тривиальной группой. Вот. Такие, значит, вопросы. Ну, и в 11-м, 1911-м году, значит, Дэн, Дэн их решил для групп поверхности, но и для свободных групп тоже, в принципе, это все. Для свободной группы, например, довольно легко понять, почему все это разрешимо. Ну, там, проблема изоморфизма, понятно, они там изоморфны, когда ранги совпадают, это не очень интересно. Ну, и по слову, там, в свободной группе, конечно, просто понять, равно ли, вот я не очень хорошо, конечно, написал, в этом смысле, потому что по-хорошему надо было писать в свободном, слово просто в свободном моноиде, потому что иначе, то, что я сейчас говорю для свободных групп, получается не очень аккуратно. Ну, ладно, уже оставим так, но имеется в виду, что у нас есть, у нас есть слово W, ну, давайте я лучше все-таки это исправлю, потому что просто вот по такому слову определить, является ли она равным единице в группе G, ну, потому что понятно, что у нас тут тоже есть естественная проекция, просто взять редуцированное слово, но вот и ровно потому, что ровно поэтому у нас проблема равенства разрешима в свободной группе, то есть мы просто берем какое-то слово, и чтобы понять, равно ли оно единице, мы просто начинаем вычеркивать все, что можем, если получается единица, значит, равна, если не получается, значит, не равно. Ну, строгое определение, может, такой алгоритм надо долго рассказывать? Ну, строгое определение, да, и сейчас не буду рассказывать, да, но можно через, там, машину тюринга, допустим, да, но в принципе нам, мы не будем углубляться в, мы не будем углубляться в эти вещи, поэтому можете считать на каком-то интуитивном уровне, если хотите, или где-то посмотреть. вот. То есть, понятно, на самом деле, строгое определение алгоритма фактически нужно, когда мы хотим, скорее, когда мы хотим доказать, что что-то алгоритмически неразрешимо, но вот эта ситуация у нас как раз сейчас возникнет. так, ну, в общем, плохие новости в этом смысле, в каком-то смысле плохие, заключаются в том, что ничего, ничего в группах, ничего из этого и много чего, вот все эти проблемы и многие другие проблемы, они, к сожалению, неразрешимы в целом в свободных, в, в, нет, не в свободных группах, свободных, а неразрешимы, в конечно определенных группах. Так, ну, это я стираю, потому что у меня... Какие именно факты? Ну, в смысле, что может невынушим на каком-то классе лежат. Ну, да. Я могу посмотреть, я, честно говоря, точно не знаю, там, когда, когда она разрешима, то можно, то там, если она разрешима, то... В смысле, когда неразрешима или когда разрешима? Ну, наверняка, что-то есть, но мне надо посмотреть, я, честно говоря, это не знаю, потому что когда, когда... Но когда разрешимо, то можно тоже говорить про… Можно рассмотреть проблему равенства на самом деле, но может потом, когда-то на семинаре мы это обсудим, как формальный язык сам. Просто проблему равенства, как множество всех слов здесь, которые равны единице в нашей группе. То есть это будет формальный язык здесь. И можно говорить, когда он регулярный, оказывается, что это только для конечных групп, когда он контекстно-свободный. Там вот есть такая интересная теорема Мюллера-Шуппа, кажется, которая говорит, что проблема равенства в таком смысле, она контекстно-свободная, тогда и только тогда, когда в группе есть подгруппа свободный оконечного индекса. Вот. А про неразрешимое надо посмотреть. Значит... Вот. Но... Значит, конечно, все эти результаты, неразрешимости, они уже стали возможными только после того, как появилась строгая теория, появилась теория алгоритмов. Вот. Но и даже по модулю этого они весьма нетривиальны, насколько я знаю. Значит... Значит, первый результат — это Новиков-Бун, 50-е, независимо. они доказали, что существуют конечные определенные группы с неразрешимой проблемой равенства. И на самом деле... Я, конечно, сходу ее не выпишу. На самом деле, можно написать конкретное представление, конкретное ко-представление группы. Оно будет довольно увесистое, но в нем будет неразрешима проблема равенства. Но вот уже сказать там, что вот такое-то слово неизвестно, равно единице или нет, этого уже нельзя. Вот. Ну и понятно, отсюда следует, что проблема сопряженности тоже в целом неразрешима. Ну и на самом деле, может быть так, что проблема равенства разрешима, а проблема сопряженности нет. Я, правда, не помню, кто первый привел такие примеры. Вот. Ну а проблема изоморфизма это несколько другая история, но тоже в 50-е Адян и Рабин доказали, что проблема изоморфизма для групп аугоритмически неразрешима. Вот. Более того, они доказали, что проблема проблема тривиальности, назовем это, наверное, она так называется, проблема тривиальности. Проблема тривиальности аугоритмически неразрешима. и на самом деле они доказали то, что они доказали, это еще более общее, и она еще более общий результат, который говорит, что фактически пока представление аугоритмически ничего, почти, почти, в общем, почти ничего понять нельзя для групп в целом, конечно представленных. Вот есть такое, давайте я сформулирую чуть более общий результат. Вот пусть у нас P некоторое свойство групп. Ну что значит свойство групп? И значит, что вот любая группа, она либо обладает этим P, либо нет там, не знаю, конечность, абелевость, свободность, конечнопорожденность и так далее. Вот, значит, P называется марковским свойством, если выполнены такие три условия. Первое и второе, они вообще как бы совсем, ну понятно, оно как бы тоже называется абстрактное свойство групп. Конечно, если две группы заморфны, то G обладает P тогда и только тогда, когда H обладает P. Второе, не слишком ограничительное условие, существует конечно, вот я буду писать K, О, это значит конечно определенное, конечно представленное, она же группа, A+, ну просто обозначим ее A+, в принципе, не обязательно ее как-то обозначать, со свойством P, ну просто, существует. А третье, немножко все-таки более содержательное, существует конечно определенная группа A-, не вкладывающаяся в, ну то есть не являющаяся подгруппой, в в конечную определенную группу со свойством P. Ну то есть, да, не вкладывающуюся ни в какую конечную определенную группу со свойством P. Ну, например, это условие выполнено, если у нас свойство P наследуется подгруппами, правильно? Ну, например, на самом деле, очень многие естественные свойства групп, которые, они, они такие. Ну, например, быть P, быть тривиальной, конечной, там, абелевый, допустим, без скручения, без скручения, это значит, нет элементов конечного порядка. Или, вот, например, такое свойство P, а иметь разрешимую проблему равенства. Вот. Ну и много чего другого на самом деле. не совсем все, но, ну и вот я, значит, то, что они на самом деле доказали, это то, что любое марковское свойство аугоритмически неразрешимо, нераспознаваемо. Пусть P марковское свойство. тогда по по конечному ко представлению группы невозможно алгоритмически определить, обладает ли же свойством P. Вот. То есть, ни абеливость, ни ничего вот такого определить нельзя. ну и на самом деле даже если у вас свойство не марковское, естественно, это не означает, что для него все хорошо. Там есть некоторые свойства, которые не марковские, но для них тоже можно доказать неразрешимость. Вот. Значит, что я хочу дальше рассказать. А. Ну, значит, вот может, как бы, то есть, в целом, в целом, как бы, алгоритмически все совсем плохо. И отчасти это, на самом деле, это мотивирует изучение некоторых хороших классов групп, в которых все эти вот такие, например, проблемы Дэна и еще многие другие алгоритмические проблемы будут разрешены. То есть, на самом деле, вот такая разрешимость проблема равенства, ее в каком-то смысле можно понимать даже как вполне себя алгебраическое свойство группы, на самом деле. Ну, вот, например, мы поговорим про гиперболические группы, для них там проблема равенства разрешимой сопряженности. Это уже не так терявиально, а проблема изоморфизма там оказалась очень сложной, но тоже оказалась для них разрешимой. То есть, идея в том, что вообще одна из мотиваций теории групп такой геометрической заключается в том, чтобы построить какой-нибудь, до самой страны, достаточно большой класс групп, который охватывает достаточно много групп, а с другой стороны, он не настолько большой, чтобы включать в себя вот какие-то очень странные группы, например, все-таки хочется, чтобы в нашей группе была разрешима проблема равенства, например хотя бы на самом деле больше гораздо больше чем это хочется вот ну вот есть такая проблема то есть может показаться например вот группы с неразрешимой проблемы равенства они хорошо они там существуют где-то но может быть если мы будем если мы будем все время смотреть на на какие-то ну вот реально группа которой мы занимаемся на самом деле у них почти всегда будет разрешима проблема равенства на самом деле это так в каком-то смысле вот но а вот давайте еще еще сформулировать одну алгоритмическую проблему с которой все все в этом смысле еще печальнее то есть вот есть такая проблема вхождения еще она называется обобщенная проблема равенства мы больше проблем вот она включает подгруппы естественно как бы тут тут у нас речи про подгруппы речь про подгруппы не шла вот но тут видно да или не очень видно так а значит вот у нас есть группа конечно определенная и вопрос такой по по элементам же h1 hk а в нашей группе же определить определить что определить верно ли лежит ли же подгруппе порожденной элементами аш 1 аш к такой весьма весьма естественный вопрос на самом деле тут есть два варианта проблема вхождения вот то что я сказал а это это такой более сильный вариант а второй вариант это когда подгруппа фиксирована аж же конечно порождена фиксирована на самом деле ну да пускай будет тоже конечно порожденной вот и мы хотим понять а но то есть по по же уже понять лежит ли же в аж вот ну понятно что это как бы вообще говоря более сложным там что-то у нас эти аж 1 аж к они тоже входят в наши входные данные а здесь они здесь аж фиксированы вот но и конечно если у нас эта проблема разрешима то проблема равенства тоже разрешима почему ну просто потому что мы можем взять аж 1 равно аж катая равно единице и тогда просто вопрос вопрос сводится к тому равно ли же единице ну или просто взять тут тривиальную подгруппу и тогда получается проблема равенства то есть это другой способ работа нет здесь имеется ввиду что аж это просто просто какая-то подгруппа ну хорошо мы можем мы можем рассматривать вот так такой вариант наверно понятнее здесь нет задано порождающими до образующими до в в же но просто нафиг просто они фиксированы да а тут они могут меняться вот и на самом деле оказывается ну то есть как я хотел сказать что это проблема вхождения она это другой способ обобщить проблему равенства как вот проблема сопряженности сложнее вообще говоря чем проблема равенства так и проблема вхождения она она сложнее вот но оказывается что это самая проблема почему я сейчас ее привел ну во первых как бы наверное после этих трех проблем дэна наверно следующее может быть одна из следующих по естественности это как раз вот эта проблема вхождения потому что вообще мы любим изучать подгруппы и это как бы самый наверное естественный вопрос подгруппах который который можно задать вот но оказывается что это самая проблема вхождения она неразрешима для очень очень понятной группы значит вот у нас есть свободная группа правильно но есть прямое произведение то есть мы можем взять просто прямое произведение двух свободных групп ранга 2 казалось бы что я потом по свободной группы больше поговорю но по свободных группах да в свободных группах проблема проблема вхождения разрешима на самом деле это может быть не так очевидно но я это позже расскажу есть такой довольно приятный геометрический ну или скорее с помощью графов способ который позволяет разрешить проблему вхождения в свободных группах я это ну может через неделю или позже я это расскажу а вот в f2 прямо на f2 все обстоит в этом смысле печально это вот такое наблюдение да конечно вот эти вот результаты новиков бун одиан рабин но особенно вот там новиков бун это это очень в целом сложный результат но когда мы уже знаем что это так то следующий результат оказывается не сложным мы в четверть да заканчиваем поскольку значит это вот такая теорема Михайловой но все равно это очень интересная результат значит а точно не знаю наверно когда-то пятидесятый проблема вхождения для fm прямо на fm неразрешима для любого m больше или равного двойки ну на самом деле во-первых в каком виде проблема вхождения ну в каком угодно на самом деле и такая неразрешима но на самом деле можно есть вполне есть конкретные подгруппы для которых вот вот в таком виде она неразрешима и ну вот fm прямо на fm но на самом деле как я как я уже говорил у нас они поскольку у нас свободные группы разных рангов они друг друга вкладываются если мы докажем для какого-то n а сейчас что я хотел сказать ну да если мы докажем что здесь эта проблема неразрешима проблема вхождения для какого-то n то ну потом мы можем вложить например f2 прямо на f2 потому что fm вкладывается в f2 но это уже вложить в любое fm прямо на fm и конечно вот для этой самой подгруппы h здесь для которой проблема вхождения неразрешима тут она будет неразрешимой в этой группе ну неважно значит главное что ну в общем мы для какого-то m давайте докажем ну как докажем такая краткая краткая идея почему это так значит если ну да начать нужно с вот этого с группы из теоремы новикова буна то есть это группа с группа с неразрешимой конечно определенная группа с неразрешимой проблемой равенства ну пускай она будет более конкретная модель для нее есть на самом деле я не помню в какой именно из того списка литератур который я давал но где то наверняка есть конкретное представление если интересно я могу поискать но она выглядит не очень поучительно там довольно много соотношений на не помню сколько минимальная честно говоря известны вот ну и соответственно вот n порождающих m m определяющих соотношений ну и просто рассмотрим нашу естественно ну давайте назовем пи проекцию из то есть сюрреективный гоморфизм из свободной свободной группы да спасибо да правильно из fn на на g ну я буду я буду считать опять же это не лучшее обозначение ну не знаю на сколько это ну не лучшее обозначение но она будет на а1 на n тоже вот ну и просто возьмем возьмем такую подгруппу какую мы подгруппу возьмем возьмем вот такую вот как бы диагональ ну не диагональ а вот в f для этого n возьмем в fn прямо на fn подгруппу сети состоящую из пар g1 g2 таких что а что от g1 равняется p от g2 просто пара для которых проекция совпадает но на нашу вот эту очень плохую группу ну и тогда как раз не сложно понять что во первых для h неразрешима Проблема вхождения Почему это так? Ну, это как бы, это следует из того, что для Жени разрешима проблема равенства То есть, если мы, допустим, даже просто хотим понять, лежит ли элемент G1 в H То это фактически то же самое, что понять, лежит ли, равен ли Pg1 в нашей группе G, правильно? Вот, а это мы не можем сделать Это неразрешимо Вот, ну и второе наблюдение Не сложно понять, что H конечно порождена Ну, это упражнение Ну, я могу даже написать, чем она порождена, а дальше уже будет упражнение Ну, во-первых, вот такими вот диагональными элементами Конечно, ну понятно, все, что я лежу, все, что я пишу, понятно, что там лежит Значит, A1, A1, AN, AN Ну и понятно, что у нас вот эти вот соотношения Тут важно, что группа G была оконечно определена Поэтому вот мы можем взять такие Достаточно, если я правильно понимаю С одной стороны их взять Вот Ну, потому что, понятно, R1 у нас равно 1 в группе G Поэтому эти, конечно, все лежат в H Вопрос в том, что она ими порождается Но это несложно, на самом деле, понять отсюда Вот, и получается, что в такой, казалось бы, милой группе, как F2 прямо на F2 У нас тут неразрешима проблема вхождения Что немного неприятно Вот, но так жизнь устроена Вот, ну, собственно, про алгоритмические вопросы Я, может, когда-то к ним потом позже вернусь Значит, ну, в принципе, у нас остается не так много времени Значит, ну, давайте я кратко скажу, что такое граф Келли А подробнее мы уже к ним вернемся в следующий раз Значит, это Теперь мы как бы оставим это в стороне Это Другая тематика Нам не важно, сейчас группа конечно представлена или нет Ну, теоретически она может даже быть не конечно порожденной Но в основном они у нас будут конечно порожденные Но я буду писать вот так, считая, что она хотя бы счетно порожденная Хотя это тоже вовсе не обязательно Вот, значит, граф Келли Ну, граф Келли же относительно наших порождающих x Он зависит от системы порождающих Это вот такой граф Значит, множество вершин Это просто g То есть для каждого элемента нашей группы есть вершинка То есть у нас, если группа бесконечная, то будет бесконечный граф Вот, и А множество ребер Оно выглядит так То есть мы для каждого Ну, вот Для каждого И Для каждого нашего И И для каждого g из нашего g Мы соединяем вершину Соответствующий элементу g С вершиной Мы умножаем справа, допустим Ну, обычно такое соглашение Это, в принципе, не так важно Но обычно справа Мы умножаем ее на На соответствующий порождающий x И Вот Ну, и иногда Можно считать, что ребра раскрашены в В разные цвета То есть Как бы вот Или считать, что на нем На нем есть метка Я буду считать, что на этом ребре Есть метка x То есть Ну, вот Например, если у нас Если у нас Давайте будем считать, что у нас x просто состоит из Из n Из n Ну, конечно, порожденная группа Вот То есть Тогда у нас Ребра Нашего графа Келли Раскрашены В n Цветов Причем Каким образом? Причем Ну, у нас То есть Он ориентированный граф Вот Из 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 каждой вершины Выходит Ровно одно ребро Выходит Ровно одно ребро Данного цвета Правильно? Ну, и в каждую вершину Входит ровно одно ребро Данного цвета Вы на ребро Пропускаете только x-иты Или еще обратные Ну, только x-иты Это можно Да, можно Можно это мыслить так Что в обратную сторону Написано x-иты В минус первой Да То есть У нас Вот Каждая Каждая Вершина Ну, допустим У нас было n равно 2 Каждая вершина Локально выглядит так Вот у нас Из g Выходит Ребро с меткой x1 В g x1 В него входит Ребро с меткой x1 Из g x1 Минус первой Правильно? И только отсюда Ну, и то же самое Происходит здесь С x2 Вот Ну, например Ну, например Ну, естественно Это сильно зависит От множества Порождающих Ну, допустим Если у нас есть Бесконечная циклическая Но просто порожденная Просто порожденная Нашим одним элементом Ну, единичка Или просто Элемент Наш элемент Порождающий группу То Граф Келли Просто будет Выглядеть так Здесь у нас Везде написано А Вот И тут у нас Соответственно Вся наша группа Выглядит просто так Вот Ну, конечно Понятно Что если Можно взять Другие порождающие Он будет выглядеть Иначе Мы потом Когда будем Обсуждать Квазизометрии Мы как раз Вот обсудим Что общего Это одна Из основных проблем Графа Келли Что он очень сильно Что он зависит От системы порождающих И мы поймем Насколько Насколько Сильно Ну, вот Например Если у нас есть Z квадрат А С А и Б коммутирующими То у нас Получается Решеточка Правильно Это у нас Был граф Келли Z Относительно Ну Граф Келли Бесконечно-циклическая Относительно А А это у нас Граф Келли Z квадрат Относительно А, B Которые Которые Есть базис Ну вот Соответственно У нас В одну сторону Везде А Наверное Было бы Логично Использовать Цветной мир Может быть Где-то там есть Ну ладно уже Вот А А А здесь У нас Везде B Так Не слишком Удачная Картинка Получилась Вот Ну Значит Давайте Если вы Не Ну Можете Если вы Не знаете То Подумать До следующего Раза В принципе Это наверное Понятно Какой будет Граф Келли У свободной Группы Например Относительно Ее свободных Порождающих Базиса Вот Ну наверное На этом На сегодня Закончим На следующий раз Я поговорю Еще про граф Келли Мы перейдем К Кваде Изометричности И к Некоторым Важным Свойствам Групп Связанным С Кваде Изометричностью Будет Более Такая Немножко Более Геометрическая Часть Спасибо